Есть ли какие-нибудь вопросы, высказывания или пожелания? У меня есть пожелание, я снова пускаю его, листок передам, но точнее, чтобы не было писать не на весу такой листок тетрадочки, значит, просьба, не обязательно так подробно, как в прошлый раз писать, с апелляциями, пожалуйста, впишитесь, только те, кто пришли первый раз. Про остальных у меня информация есть. Вот, теперь, значит, неделю назад был некоторый листок с задачами, никаких активностей пока не наблюдалось с решениями, и меня интересует больше всего то, о чем мы сейчас будем говорить, удалось ли кому-нибудь найти кубики с явными тремя перегибами. Видимо, нет, но давайте с этого начнем. Нет, точнее, начнем ровно с того, на чем остановились, т.е. общего уравнения. Так, значит, теперь надо принять решение об основном поле. Давайте примем такое решение. В течение большей части сегодняшней лекции основное поле будет алгебраически замкнутое. А иногда будет просто поле комплексных чисел. Но, надеюсь, в конце найти время поговорить немножко об арифметике кубических кривых, и тогда мы это предположение снимем. А пока перепишем его снова, но чуть-чуть не так, как в конце прошлой лекции. Здесь удобно включить такую чуть-чуть осмысленную нумерацию коэффициентов. Давайте эту двумерную табличку напишем. Ну, или, может, даже давайте вот так поступим. Вот сюда, в первую строку, напишем, коэффициенты многочлены третьей степени по х во вторую второй степени по х надеюсь, оставляет достаточно места, чтобы получилось нормальное уравнение. Вот, третью первой степени по х и, наконец, нулевую степень по х вот такое вот. Вот. Ну, если бы это все-таки было уравнением... Второй строчке, последний квадрат долгий. Последний квадрат. Вторая строчка, последний пример. Третья строчка. Третья строчка, правая самая. А, да, да, да. Третья строчка, спасибо. Спасибо. Вот. Ну, давайте себе напомним, что наши более удобные традиционные однородные координаты х, х, г, z это видоизменения стандартных гумеровных координат вот таких вот. И, значит, стандартная форма у нас была с коэффициентами вот такими. сумма сумма а и ж кт x0 и t x1 в ж t x1 в ж t x2 кт и плюс g к а 0 и нумера пока сохраним. Значит, тут у нас должно стоять а 300 а здесь а 200 1 1 2 1 200 10 простите, да 210 плюс а тут 201 плюс а 120 плюс а 120 плюс а а 102 плюс а плюс а теперь начинаем с нуля последние строчки 0 30 плюс а 0 21 плюс а 0 21 плюс а 0 а 0 0 0 3 равно нулю вот самое общее уравнение в кубике ну мы потратили через несколько минут на его выписывание хотя вот в таком виде оно пишется за секунды там 0 и 3 там 3 ну да 3 спасибо вот ну несколько все-таки общих комментариев которые носят не технический характер для тех кто склонен работать с компьютерной алгеброй а надо сказать что без нее ну наверное в 21 веке работать совершенно невозможно мы изумляемся действием классиков которые что-то делали вручную получали формулы занимающие многие страницы но в современном мире все-таки это удел компьютеров такие формулы получать и ну для работы с соответствующими средствами с базисами Грёбнера и так далее нужно обращать внимание на нумерацию маномов и переменных тут значит некий курьез обнаруживается что мы с вами естественно лексикографически упорядочиваем наши маномы но если бы мы разучились писать степень то был бы x x x y и так далее и маномы были бы упорядочены лексикографически а коэффициенты как видите построенные по такому правилу наоборот нумеруются анти лексикографически от самого большого номера к самому Теперь, конечно, с таким уравнением работать невозможно. Тем более, что, позвольте напомнить основной результат подсчета первой лекции, который заключается в том, что на этом девятимерном процессе, давайте еще напомним себе, что набор коэффициентов — 0, от самого большого до самого маленького — 0, 0, 3. Значит, это точка проективного пространства, их 10, но они являются однородными коэффициентами. Вот тут я, начиная с этого момента, опускаю поле, ну и в некоторых вопросах его алгебраическая замкнутость не существенна. Существенны то, что они не могут быть все в десятером, мы запрещаем им быть равными нулю в десятером. Все остальное мы разрешаем. Вот любые другие значения, и это будет работать вскоре. Так вот, я оборвал фразу о том, что у нас есть девятимерное пространство этих кубик, на которых действует восьмимерная группа линейных замен переменных. Поэтому мы будем стремиться к тому, чтобы привести его в более компактной форме, в которой можно работать. Ну а тут мы как раз начнем применять содержательные герметические соображения. Итак, ну давайте я это заглавлю таким не совсем реверным способом. Ньютон и перегибы. Кажется, это частично повторяет то, что написано соответствующие задачи. Теория кубических кривых в прямом смысле началась с Ньютона. И он этому придавал своим достижениям не очень большое значение, поскольку, скажем, поместил соответствующие результаты в приложении к своей книге о репракции. Ну это отчасти говорит о том, что его современники в 17-18 веке не очень интересовались таким вопросом. Мне запомнились первые слова этого труда, которые заключаются в том, что с кривой до второго порядка знакомы абсолютно все. Но тогда имеется в виду, что в конце 17-го века образованные люди изучали труды древнегреческих геометров и про конические сечения знали, наверное, больше, чем мы с вами в основном сейчас знаем. А вот степенями 3 никто не занимался. Это вроде высказало как месторый досуг серьезного человека. Но вот на что Ньютон обратил внимание. Такое новое явление возникло в теории кривых третьего порядка, которого не существует в теории кривых второго порядка. Я здесь картинки буду рисовать, как будто бы мы живем над вещественным полем. Как вы знаете, какой-нибудь элипс уж точно выпуклый, парабола точно выпуклая. Точнее, нам надо говорить про внутренность элипса. Внутренность параболы уже требует оговорки, а внутренность гиперболы — это еще более тонкий момент. На самом деле, как упоминалось вчера, когда мы переходим по проективной классификации, все это теряет смысл даже над полем вещественных чисел. Но, так или иначе, перегибов в конических сечениях не бывает. Это новое явление, в чем и заключалась самая нетривиальная из задач списка. Ну, и там же было указано, видимо, что перегибы находятся чисто алгебраическим способом. Ну, была задача про гисиан. Это довольно стандартный материал, на который давайте сейчас не тратить время. А предположим, примемся сейчас, что на нашей кубике есть хотя бы один. Так, еще одно воспоминание с прошлого раза. Значит, наши главные действующие лица всегда обозначаются большой буквой Х, черной буквой Х. Вот, и в данном случае мы должны предположить, что Х гладкая. Пусть, пусть. Это дополнительное предположение. Значит, на всякий случай нарисую Descartes, please. Лист. Лист. Сейчас. Почти не надо. Нет, все правильно. Декартер. Лист. Вот такой. Вот. Такая вот его форма. Тоже очень рекомендую современному человеку, воспользовавшись компьютерными средствами. Видите, как он на самом деле выглядит. Значит, он задает сравнение. Игрок квадрат как равно Х квадрат на Х плюс один. Вот. И здесь три куба как-то видно кажется. Вот. Но мы работаем с гладкими кривыми и предполагаем, что три куба есть. Вот. И теперь мы выбираем удобные координаты, используя этот перекид. Теперь вот, значит, все, что говорилось до сих пор, стандартное и более-менее тривиальное. Сейчас я прошу включить внимание, потому что, значит, вчера мы немножко обсуждали, чем проективная геометрия, сотка проективной геометрии, чем она отличается от более обычной, там, Афинной или Евклидовой. И я сейчас покажу прием, с помощью которого можно думать об обоих, об обеих геометриях. Вот. И на самом деле мы сейчас перейдем от проективной, очень скоро перейдем от проективной конструкции к цейкофильму. И если здесь есть кто-то, кто не очень уверенно себя чувствует в проективной геометрии, то просто проследите за тем, что было сделано. Скоро мы станем работать с Афинными кривыми. Я Декарта Фрис-Стира, это было такое маленькое замечание, основывающее наше предположение. Теперь нам надо научиться использовать систему координат. Ну, на всякий случай, формально, что такое уравнение кривой на проективной плоскости? Это однородное уравнение от трех переменных. То есть, за счет его однородности, это уравнение такой конической поверхности, которая состоит из прямых, проходящих через 0. Конечно, всего очень неудобно рисовать и не очень понятно, как пользоваться координатами. Теперь я предлагаю, если угодно, это моя личная разработка. Значит, как было сказано, проективная плоскость отличается от Афинной тем, что к ней добавляется бесконечная прямая. Это очень условное название, математическое, оно не значит ничего. Но вот я хочу, чтобы мы смотрели на две оси из трех, как на привычные нам оси чуть ли не в школьной геометрии. Только они называются в школьной геометрии ось Х и ось Y. И в проективной геометрии это особого смысла не имеет. А имеет смысл уравнение оси. Вот ось абсцисс в обычной геометрии задается уравнением Y равно 0, а ось ординат равнением X равно 0. И остается остяк добавить бесконечную прямую. Значит, Z равно 0. Мы объявляем бесконечную. И накладываем два требования. Теперь мы используем наше предположение по перегибе. Значит, Z равно 0. Давайте всё-таки различать. Прямую перегиба. Майя перегиба. Ну, прямая она длинная, и на ней ещё надо выбрать точку перегиба. Вот мы её выбираем. Вот эту точку. Давайте её координаты установим. Значит, это точка, которая лежит на оси Х равно 0. Значит, на первом месте стоит 0. Я прошу прощения. Я должен напомнить, что значение проективной координаты в точке проективной плоскости не имеет смысла. Все координаты определены втроём с точностью до умножения на ненулевое число. Но обращение координаты в 0 имеет смысл. То есть, название осей — это чисто проективные вещи. И вот эта точка имеет первую координату 0, она лежит на прямой Х равно 0, и на бесконечность прямой Z равно 0. И тогда средняя координата, не важно какая, мы напишем 1. Значит, нам запрещено, чтобы она была равна 0, а все остальные точки с точкой. Все остальные значения координаты с точки зрения проективной геометрии одинаковые. Значит, существует хотя бы один перегиб. Я, с вашего позволения, эту констатацию доски сотру. Всего один перегиб. Ну и теперь мы, вот так получился, у нас правая доска связана с геометрией, а левая с алгебрами. Мне хотелось ничего стирать существенно, поэтому я пытаюсь стереть не существенно. Сейчас мы воспроизведем фрагмент нашей кривой, отвечающей этой картине. Значит, фрагмент такой. Ну, давайте еще эту прямую обозначим так, более-менее традиционно, L бесконечная. Вот, и теперь мы, когда мы говорим, что это точка перегиба, сейчас я и точное определение дам, значит, x пересечен с точкой перегиба, с прямой перегиба. Ну, есть некая длинная история с гесианом или без гесиана, но главное определение именно для кубических кривых и для многообразия высших размерностей заключается в том, что при пересечении прямой с многообразием степени 3, на прямой возникает кубическое уравнение, то есть у него могут быть корни 3 разных, это общее положение, могут слиться два корня, тогда речь идет касательно, и могут они слиться все втроем, это и есть перегиб. Значит, может быть, вещественная картинка немножко обманывает, которая тут была. Вот, но мы хотим, значит, чтобы оно задавалось уравнением, уравнением каким же x, ну давайте вот так напишем честно, x кубе равно 0. Значит, соответствующее равнение должно лежать на прямой x равно 0 и быть трехкратным. О чем это говорит? О том, что фрагмент кривой вот такой вот, вот это, наверное, требует некоторые тренировки глаза, чтобы понимать, что дело стоит именно так, и это имеет, может, немного символический смысл на той картинке, которую я использую, но очень точный смысл, если мы перейдем к соответствующим афинным картам. Афинным картам, это значит, что, например, решим, что у нас y не равно 0, и тогда поделим две оставшиеся координаты на y и найдем себя в обычной афинной плоскости. Тогда там эта картинка будет иметь привычный смысл. Теперь давайте посмотрим, что у нас происходит здесь, значит, с нашей системой равнений, которую я для того и оставил. Значит, когда z, и написал в таком виде, когда z равно 0, у нас остается только вот этот левый столбец, да? То есть, и он должен превратиться в уравнение что-то на x-кубе равно 0. Поэтому мы зачеркиваем вот наш выбор, равносильно тому, что мы зачеркнули вот такой кусок нашей части уравнения. Значит, я тоже сейчас не буду вдаваться в технические детали для экономии времени, но у нас было 10 коэффициентов. У нас осталось 7 коэффициентов, и это уже довольно существенный сбит. Я, пожалуй, сейчас перепишу это уравнение линейно с сохранением нумерации. У него, на самом деле, есть и другие всякие нумерации. Так, значит, я тоже сотру вот эту формулу и скажу, как называется то, что получается, когда мы используем этот перегиб. Это, ну, не совсем повсеместно, но довольно часто называется формой уравнения формой theta. Сейчас, сейчас, сейчас. Нет, это я не прав. Нет, это я не прав. До формы theta еще будет один шажок. Значит, несколько минут придется потратить, но ничего не поделось. То есть, мы сейчас уже разделим переменные. То есть, в левую часть мы напишем... Сейчас, а можете сказать, почему у нас типа... Ну, короче, почему зачеркнули эти вот три слага? Смотрите, когда вот тут было стерто недавно, z равно нулю. Спасибо, что не постесняешься перекричь меня и всех остальных призывать к нему самому. Как я предупреждал, я иногда говорю абсолютно быстро, вероятно. Значит, смотрите, вот в этом участке, вне левого артикального столбца, в маномы всегда входит z. Вот мы его расположили так, что... Ну вот. Здесь z, здесь z, z. А, сюда, да. Вот. Нас интересует пересечение с бесконечной прямой, когда z равно нулю. Да. Вот когда z равно нулю, у нас от уравнения остается только левый столбик. Да. Вот. И соответствующая точка — это точка перегиба. Вот мы постулировали, мы выбрали, чтобы эта точка перегиба была здесь, на x равно нулю. То есть, иначе говоря, уравнение принимало вид пропорциональный xq равную. Вот. Только это и сказано. Спасибо. Вот. Теперь, значит, перепишем уравнение семичленное. И так у нас получилось семичленное уравнение. И тут мы его начнем, наши члены, разделять. Давайте так аккуратненько. Поаккуратнее я зачеркну вот эту часть. И традиционно соберу в левую часть все, связанное с y. Давайте все-таки еще облегчим нашу жизнь. И вот сделаем то же самое, что я сейчас сказал. Перейдем в афинную плоскость. Это значит, что мы выкинем сейчас прямую z равно нулю. Когда мы ее выкинули, то оставшуюся часть проективной плоскости — это плоскость афинная. И замена здесь происходит такая. Мы не будем менять координаты. И, значит, если z не равно нулю, то мы x точку с однородными координатами x, y, z заменим на ну, я такую стрелку мне стандартную напишу, на просто x, y. Ну, можно считать, что новый x — это здесь x. Старый x поделить на z разницу писать нельзя. x на z, y — это y на z. Или, иначе можно сказать, z равно нулю. Это одно из объяснений проективной плоскости. Значит, давайте считать, что афинная плоскость происходит, вот, скажем, в нашей комнате с координатами традиционными x, y, z. Афинная плоскость происходит на уровне метр на пол. z равно нулю. В таком столе z равно нулю. В нее не входит то, что происходит на полу, где z равно нулю. z равно единице. z равно единице. На столе z равно единице. А там написано z равно нулю. z равно, простите, пожалуйста. Спасибо. Так что z мы больше писать не будем. И давайте все-таки аккуратненько эту уровню перепишем. Это наше главное действующее лицо. Значит, слева у нас будет стоять здесь а021y2. Вот это здесь z убрали. Теперь перекрестный член остался. плюс а111xy, z убрали, плюс сколько-то y, плюс а012y, и в левой части больше ничего оставлять не будем. Значит, у нас будет 3 слагаемые в левой части и должно быть 4 правой. Ну, поскольку я их знаю, давайте я их напишу. Минус, только буду подглядывать за коэффициентом. Значит, минус а201x2. Наверное, минус а102x, и минус а003. Вот такое синее членное выражение получилось. Если бы мы рассматривали его в больших деталях, то мы бы обнаружили, что от группы PGL8, которая действует на таких уравнениях, Сохранилась треугольная группа, тоже вполне понятная группа, которая вот на этом семимерном проективном пространстве действует оставшимися заменами перемежных. Так, теперь картинка у меня... Почему после а0? Да, есть еще равно 0. Нет, не равно 0, простите, пожалуйста. Это я автоматически списал. Нет, левая часть с игроком равна правой. Алгебраически одна из главных задач — это справиться с перекрестным членом. Нас интересует такое уравнение — перекрестный член. Когда мы его истребим, то у нас будет уравнение специального вида. Слева — квадратный многочлен от Y, справа — квадратный многочлен от X. Я понимаю, что тогда она должна касаться за 1-0, а не X-1-0. Вы, конечно, правы. Вы, конечно, правы. Вы, конечно, правы. Спасибо. У меня в кладбице сохранялась неправильная картинка. Вот. Ну, значит, главное событие, методически главное событие совершено здесь, мы работаем теперь с афинным уравнением. И теперь еще истребим крайние члены. Вот тут мы воспользуемся алгебраической замкнутостью основного поля. И для того, чтобы нам коэффициент заменить на единице, нам надо показать, что он не равен нулю. Вот у нас коэффициент, старший коэффициент 3, как квадратный, а 0 — 21. Значит, почему он не равен нулю иначе? Если он не равен нулю, то у нас остается только первая степень от Y. Значит, Y — это рациональная функция от X, а мы, чуть-чуть забегая вперед, знаем, что кубики наши иррациональны. Ну, кажется, у меня не остается времени на этом остановиться подробно, но это есть в задачах. Так или иначе, мы это предполагаем. И тогда перенормировка Y, умножение Y на соответствующий корень из А 21, мы его заменяем на единицу. Ну и при X, старший коэффициент, A300 не равно нулю. Если бы A300 равнялась нулю, то все слагаемые делились бы... А, просто это единственная слагаемая степень 3. Иначе степень мы можем считать проективной версией, можем лафинной, иначе степень равна главной. Поэтому мы его тоже истребляем. И теперь можем с чистой совестью написать одну из форм. Форма тыльта. Над всеми полями оно не улучшаемо. Значит, Y2, поэтому давайте сменим. Я буду писать, как попало, это неправильно, но чтобы не вдаваться в немногие детали. С1, C2, Y3, слагаемое слева, и нормированные тоже многочлены, С1, C2, C3, X2, C4, X2, C5. Над произвольным полем эта форма не улучшаема, форма тыльта. И специалистам рекомендуется исследовать кубические кривые именно в этом уравнении. Сейчас вы поймете, почему следующие очевидные действия накладывают ограничения на характеристику. Если нет вопросов по переходу в форме тыльта, то все остальные уравнения я стираю. Мы работаем только с ними. Можно повторить идею? Идею замены коэффициентов на единичку? Значит, у нас в качестве промежуточной формы была семичленная. Было семь коэффициентов. Это, кажется, на проекте. Теперь на следующем шагу мы убиваем коэффициенты при старшей степени. Убиваем, то есть заменяем на единицы. Как мы это делаем? Значит, у нас все эти трехсимбольные наборы коэффициентов определены с точностью до общего множества. Поэтому, чтобы их изничтожить проективным преобразованием, нам нужно только знать, что они отлично от нуля. И вот проведено два маленьких рассуждения, которые показывают, что старший коэффициент по y и старший коэффициент по x не могут равняться нулю. Значит, повторить эти рассуждения. Значит, если бы старший коэффициент при y2 был равен нулю, то y у нас встречался бы только в первой степени. Это значит, что кривая была бы точно рациональной. Потому что y выражался бы как рациональная функция через x. Само это уравнение было бы графиком функции y как рациональной функции от x. Но можно отдельно показать, что это заведомо противоречит исходному предположению о гладкости. Значит, в случае старшего коэффициента при x³, если бы этого слагаемого не было, то у нас все уравнение было. Это вообще у нас единственное слагаемое степени 3 осталось. В результате наших действий, в результате вычеркивания того столбика, у нас остался единственный коэффициент степени 3. Поскольку мы все-таки работаем с кривическими кривыми, а не с кривыми степень 2, мы тоже понимаем, что оно не равно нулю. Да, все, я понял. Просто я верхнюю формулу, я не сразу понял, что это тоже. Ну, скажем. Можно еще вопрос? Да, конечно. А можете еще раз сказать, почему мы избавились от тех членов, где не было z? Значит, то есть речь о переходе из проективной плоскости в афин. Я, может быть, не лучшее педагогическое решение принял, но давайте... Нет, ну не буду менять, я хочу минимизировать основные обозначения. Значит, видимо, то, что я говорил с наворками про столу разметности z. Да нет, давайте попробуем повторить. Итак, проективное уравнение у нас, это уравнение... Ну, давайте считать, что у нас начало координат в нашей комнате с x, y, z. Вот тут вот. И однородному уравнению удовлетворяют целые прямые, выходящие из начала координат. То есть, если у нас точка с координатами x, y, z лежит на соответствующей поверхности, то все три координата можно, например, удвоить или укладить. Мне проще так показать. Вот, и когда мы переходим к кофинной плоскости, мы пересекаем ее с... Да, кофинной плоскостью мы сечем этот конус плоскостью z равна 1. Вот, мы получаем, значит, алгебраически это сводится к тому, что мы просто все z заменяем на 1. Но мы получаем чуть-чуть не всю исходную поверхность, а ту, которая не лежит на бесконечности. Бесконечности это z равно 0. Это часть прямых, которая здесь лежит на полу. Вот, а чтобы покрыть таким образом всю проективную плоскость, нам надо покрыть проективную кривую тремя картинами, где z не равно 0, то, что мы сейчас обсуждали, где y не равно 0 и x не равно 0. Вот, и каждый раз мы заменяем, алгебраически мы заменяем соответствующую переменную на 1. И теперь полное понимание этой кривой заключается в том, что у нас есть афинная кривая и еще одна точка на бесконечности, которая будет играть важную роль во всеми сторонами. Так, хорошо. У нас вот форма data. Но есть ли еще вопросы по исходной системе уравнения? Нет. Итак, можно считать, что изучая публические кривые, мы изучаем уравнение вот такое уравнение с пятью свободным параметров, на которых действует соответствующая, уже очень просто устроенная, четырехпараметрическая группа. Теперь, ну давай, значит, вот самый противный для нас член, вот этот вот, который нам мешает сделать все остальное. Но, значит, он истребляется очевидным образом, значит, все замены дальше будут афинными. Вот если мы напишем y' минус c1 пополам х, то наша форма сохранится. То есть, главное, что степени у дополнительной не увеличится, не появится, третья и выше, ну, х и так не появится, ну, в этих какой-то полагаемых квадрат, которые что-то изменят правой части. Вот. Зато как при решении квадратного управления этот член сократится. Но вот для того, чтобы это было возможно, нужно дополнительное предположение о том, что характеристика не равна двуму. Теперь я начал говорить о том, что специалисты рекомендуют оставлять форму, работать именно с формой Тейта, потому что современная математика, один из уроков современной математики, может быть, середины 20 века, заключается в том, что если мы хотим хорошо разобраться в чем-то алкогеометрическом, то его надо рассматривать над всеми полями. Но вчера бегово упоминалась терминология, связанная с пунктом точек, кажется, я забыл это слово произнести, когда мы рассматриваем решение во всех полях, решение системы равнений во всех полях, в которых они имеют смысл. Вот, например, здесь можно для определенности считать, что все наши коэффициенты, наше исходное поле – это поле рациональных чисел, а уравнение задано в целых числах, и тогда мы его можем рассматривать над чем-то, над любым полем, во всяком случае. И вот рассмотрение, в частности, над полем из двух элементов, несет важную информацию. Поэтому для каких-то целей мы легко говорим, что пусть характеристика отлична от двух. Ну и дальше, после того, как мы это сделаем, еще стандартные вещи проделаем. Ну и давайте, пропуская детали, я скажу, что если характеристика еще не равна трен, то имеет место форма Wierstraße, которую я тоже в упрощенном виде сейчас напишу. А форма Wierstraße как-то к форме Wierstraße сводится? Простите? Форма Wierstraße как-то к форме Wierstraße сводится? Ну вот сводится при двух дополнительных положениях. Ну и еще сдвиг по x, такой же как x плюс b. Ну и с точностью до чего же это? Давайте напишем, с точностью до чего это преобразование. Смотрите, у нас было 10 коэффициентов, осталось 2. Может показаться, что еще одно последнее усилие приведет к тому, что останется единственные коэффициенты никакой группы преобразования. Но давайте напишем систему преобразования. Значит, если у нас есть A, B и X, Y сейчас перемешаем. Так, я прошу прощения, мне неудобно написать снизу, да и вообще была здесь самая прямая. Поэтому я, с вашего позволения, сотру форму T, к большому сожалению, про арифметику эллиптических кривых у нас совершенно не будет времени поговорить. Поэтому я пишу формулу замен. Что-то можно сделать, чтобы обе части умножились на шестую степень некоторой замены. D, O, A, B, X, Y. Надо заменить на... Значит, давайте, с самого начала X мы заменим на лябда квадрат X, Y на лябда квадрат X. И что у нас остается? А. Ну, X умножается на лябда квадрат A, поэтому A умножается на лябда квадрат A, и B, наконец, просто на лябда шестой. Так? Лябда шестой, B. Вот. И тут, существенно, такой пустяк, что... Лябда квадрат Y, конечно. Лябда квадрат Y, конечно. Спасибо. Вот. И тут существенно такой пустяк, что лябда вторая и третья степени взаимно просты, то есть нет алгебраического способа заменить это на какую-то одну степень. И там по некоторым тоже серьезным причинам вообще истребить последнюю группу нельзя. То есть написать одно уравнение, зависящее от одного параметра такого, чтобы получились все кубические кривые, но с точностью до тех изоморфизмов, которые мы обсуждали. Это, в принципе, невозможно. Не то, чтобы люди плохо старались, думая об этом, а это не разрешимая задача. Так что, значит, вот та форма, в которой можно исследовать кубические кривые, я как-то совсем выхожу из задуманных временных границ. Но что я задумал, это все-таки сегодня вторая лекция, она должна быть посвящена кубическим поверхностям. И, поскольку некоторые действия совершенно параллельны, мы сейчас давайте считать форму Вештарса нашим неким промежуточным результатом и заглянем в мир кубических поверхностей. Слава Богу, нам там писать уравнения уже не придется, потому что они были слишком громоздкие. Да, пожалуйста. Я хотел спросить, а зачем мы вот эти лямбры писали вот эту вот замену? С какой целью? С той целью, что я хочу напомнить, что существенно кубические кривые зависят от одного параметра. Этот один параметр сначала фигурировал как результат факторизации девятимерного проективного пространства по восьмимерной проективной группе. Теперь от этого осталось двумерное пространство с координатами А и В, которые мы факторизуем по мультипликативной группе под. Вот эта лямбда бегает в мультипликативной группе под. Так, теперь есть еще одна вещь, которую я не сказал. У меня вот это двойное отношение четырех касательных из любой точки, и это не оно? Нет, это совершенно не оно. Да, то, что вы сказали, часто обозначается буквой лямбда, но другие вещи тоже обозначаются буквой лямбда. Вот, сейчас это двойное отношение тоже будет фигурировать. Я не сказал еще одну вещь, перед сегодняшней лекцией отправил компьютерный эксперимент. Значит, у нас есть важное для нас условие, которое заключается в том, что кривая не особо. В данном случае, но я, простите, не помню, но, наверное, А квадрат плюс скобка В не равно нулю. Это условие того, что в правой части нет кратного корня. Ну, и легко проверить, что это есть условие не особости. А я очередной раз, будь уверен, запустил свой компьютер для того, чтобы в исходном виде написать условие не особости. И мой Maple не справился. Четыре минуты вычислял, и его пришлось снять задачу. То есть, практически, работать с исходной формой невозможно, а с этой вполне можно. С ней связаны разные интересные математики, про которые я... Исходную это вы имеете в форму 3? Ту, которая сегодня была написана на доске. Нет, форму 3 это как раз промежуточный вариант. Там много всяких однородностей, так сказать. Но он уже на экран условия умещается. А настоящий условие имеет такой вид. А формула 3, она как-то используется самостоятельно? Или она, в принципе, существует только промежуточная между... Нет, она используется, когда мы хотим сделать какие-то умные включения над всеми полями разом. Используется, да. Да, когда мы говорим, вот я хочу рассмотреть пример вот такой... Такой-то кубической кривой. То ее... Если у нас серьезные арифметические цели, ее надо записать именно в форме дейта. Именно в таком виде она... Эти кривые фигурируют в литературе. Ну, на всякий случай, значит, есть опасность того, что у нас не хватит времени на арифметику. Поэтому давайте я сейчас скажу ответ на ваш вопрос. Спасибо. Значит, сославшись на лекцию Орлова. Один из самых... Можно было бы сказать, что про кубические кривые мы понимаем все. В отличие от кубических три-образий, четыре-образий. Вот. Но это касается и геометрии. Про арифметику мы не понимаем почти ничего. И один из вопиющих открытых вопросов заключается в том, что ранга эллиптической кривой... Множество рациональных точек на эллиптической кривой, как объяснял Орлов, это Абелева группа конечного ранга. Там ее кручение спустяк, а ее свободная часть — это ранга эллиптической кривой. И открытый вопрос — это ограничены ли эти ранги в совокупности. Трудно найти кривую даже ранга 2, вообще-то даже ранга 1. Но вот люди с огромными усилиями ищут кривые ранга все больше и больше. И, так сказать, один из тестов заключается в том, что при редукции этих кривых по простым модулям ранг сохраняется. Поэтому нужно редуцировать по всем модулям, в том числе по модулям 2 и 3. И для того, чтобы это было так, кривые надо рассматривать именно в форме 3. В наши задачи это не входит, но нельзя было не упомянуть. Спасибо за важный вопрос. Да, пожалуйста. Так вот, условия не особости. По-моему, там А куб и В квадрата. Опять ошибка, да. Потому что А это второй степени от корней многощленных симметрических АВ, это третий. Да, это дискриминант. Я настолько привык его вычислять с помощью компьютера, Собственно, я бы мог... Давайте я... Спасибо за сомнения. Значит, на 100% уверенности мне нужно подойти к компьютеру, но давайте беречь время... Наверное, мы или вы правы, или у меня сохранилось в память правильное пространство. Скажем так... Чтоб по степеням сошло. Да, 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 да. То есть я из каких-то неправильных соображений, вы правы, спасибо. Вот. Теперь, что дальше? Значит, мы пользовались соображением... Пользовались чисто... А! Прошу прощения. Теперь мы решили... То есть я решил перед сегодняшней лекцией заглянуть на минуточку в поверхность, так сказать, в тему сегодняшней лекции. Я, наверное, сейчас по этому поводу хочу все стереть. Ну, пусть так картинка останется. А здесь, вроде, на 100 вопросов были ответы. Так. И, значит, все-таки, чтобы курс не распадался на 4 несвязанного кусочка, обратим внимание на общее свойство, общий подход ко всем кубикам, которые нам встречаются. Но сейчас к кубикам размерности 1 и 2. Мы с ними справляемся с помощью прямых на соответствующей плоскости и пространстве. А именно с помощью прямых, ведущих себя необычным образом. Значит, давайте рассмотрим такую вещь, вот такое множество кубики. 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 В. 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 Да. Ну, думаю, что до конца следующей лекции у нас полиалгебраевский замок. Мы знаем, что это 19-мерное пространство, а еще рассмотрим прямые кубики. Давайте договоримся нашей основной буквой Х обозначать. А еще есть прямые в том же самом пространстве. Прямые образуют известные некоторым людям расманян двумерных, четвертмерного пространства. А можете напомнить, что это Грасмониан? Грасмониан – это 2,2 – это множество двумерных плоскостей в четырехмерном пространстве. Иначе была просьба напомнить. Поднимите, пожалуйста, руки тем, кто знает его размерность. Но она же знаменитая квадрика клеена. Это очень важный объект, но давайте сейчас ограничимся тем, что констатируем, что это проективное многообразие размерности 4. Можно спросить? Да. А вот Вы пишите Грасмониан 2,2 – не 2,4? Это разные люди пишут по-разному. Значит, я одерживаюсь в такой записи, в которой два индекса симметричны. Размерность и корразмерность. То есть это вообще, когда я пишу два индекса. Первый индекс – это размерность корр пространства, а сумма индексов – размерность объемлющих пространств. Вы сказали, что квадрика клеена – это не квадрика клюкера? Это вложение к квадрик клеену. Так или иначе, это действительно внешний квадрат трехмерного пространства. Его компоненты называются клюкеровыми координатами. Но сейчас не будет использоваться ничего, кроме того, что это четвертмерное проективное многообразие. Вот тут я еще раз хочу обратить внимание на то, что мы ничего не выбрасываем. Никаких даже тройных плоскостей из множества кубиков. Зато используем основные свойства геометрии. И вот как инвариантно подойти к вопросу о наличии прямых на поверхностях? Надо рассмотреть пространство инцидентности, отношение инцидентности. То есть осмотреть множество P19 на этот красмониан 2,2. И в нем множество пар. Значит, здесь у нас первая компонента – поверхность, вторая – прямая. Мы рассматриваем такие множество пар, что прямая лежит на поверхности. Вместе с двумя... Да, и обозначаем его... Обозначаем это множество инцидентности сигмой большой. Вот, и рассматриваем проекцию P1 сигма на P19. Ну и ставим нашу цель. Нашу цель – мы хотим найти хотя бы одну прямую на поверхности. Я хочу, простите, что себя перебил. Значит, я хочу, чтобы этот исходный результат анализа поверхностей был, воспринимался, запомнился, дай Бог, слушателями, как аналог того, что для кривых мы нашли прямую перегиба, и жить стало легче вплоть до сведения десяти коэффициентов в четырем год. А здесь мы должны найти прямую. С уравнением мы работать не будем. С уравнениями двумерных кубик. Но прямые на них будем использовать и как основную цель, и как средство усыновления некоторых важных свойств. То есть наша главная цель заключается в том, что мы видим, что эта поверхность реликтивная. Это есть переформулировка того, что на каждой кубике лежит прямая. Ну и 2, естественно, другая. Обозначение другой. Другой кривой. Так, все-таки нам придется распроститься с этой милой моему сердцу картинкой. Можно попросить пока что? Да. Почему мы пишем, что это не лежит? По ошибке. Да, по ошибке. Иногда рука выводит не то, что, если у нас могут. Каким-то загадочным законным психоанализом. Спасибо большое. Вот. И теперь какие у нас есть очевидные, ну, легкие, сравнительно легкие утверждения. Во-первых, π2, π2, уж точно. Речь идет о том, что через каждую прямую проходит хотя бы одна кубика. Ну, тут можно считать, что мы экономим наши умственные усилия, потому что мы не дискриминировали даже, ну, такие книжки из трех страниц, объединение трех плоскостей через любую прямую. Мы можем уж точно провести три плоскости. Вот они. π2 от этой очень выраданной кубики попадет в любую, обязательно наберет прямую. Следующее действие заключается в вычислении размерности σ. Вот это единственная, немножко тонкая конструкция, в которой используются именно наши условия. Ну, давайте... Значит, я сейчас перехожу на уровень, так сказать, итальянской строгости. Поэтому моя задача не провести строгое доказательство, а убедить вас в том, что эти числа не случайны. Значит, в чем заключается условие того, что данная прямая легла на данную кубику? Скажем, первое условие заключается в том, что прямая пересекла. Сейчас, я пересекаю. Пересекает она всегда, да? Пересекает, всегда. Ну, так или иначе, это четыре условия. Дело в том, что достаточно того, чтобы четыре точки прямой легли на кубику, для того, чтобы вся прямая легла на кубику. Вот это говорит о том, что неформально это условие, того, что прямая лежит на кубике, имеет во всем произведении размерности 23, имеет коразмерность 4. То есть, она 19-мерна. Вот. И дальше у нас ситуация такая. Вот у нас есть сигма. Оно мы больше не пишем. Значит, она 19-мерна, и она проектируется на 19-мерное пространство. Общие теоремы проективной геометрии говорят о том, что если эта проекция и не череективна, то это только значит, что образ проекции лежит в положительной размерности. Образ для проективного многообразия, иначе не бывает. Образ проективного многообразия проективный. Но тогда на любой поверхности образа должно лежать бесконечное семейство прямых. То есть, дальше речь идет о том, что существует поверхность Х с конечным числом. Ну и, по-видимому, из 19-мерка нам такая поверхность досталась. Значит, Х-з, если мы напишем правилом Дубай-дубай-дубай-куб. Собственно, это простая задача. Убедиться, что на одной вот этой простейшей поверхности, очень сильно вырожденной, мы можем полностью проанализировать наличие прямых. Их окажется конечная количество, но надо отдельно разобрать. В случае Дубай-дубай-б равно не нулю, не равно нулю. Если Дубай-б не равно нулю, то это единица. Здесь можно немножко напрячь геометрическое воображение. Значит, Х-з равно единице. Это немножко пространственный аналог гиперболы. Такое произведение не двух, а трех координат не в двумерном пространстве, а в трехмерном. Вот, и надо убедиться в том, что любая человеческая прямая пересекает координатные плоскости. Ну, это я вам сказал решение очень простой задачи. И вот вывод из этого, из общих теорем алгомерической геометрии заключается в том, что Пи один тоже съюзъективно. Но к чему мы и стремились. Это и есть утверждение о том, что на каждой кубической поверхности лежит хотя бы одна прямая. Ну, мне остается только, значит, несколько минут. Равна то, чтобы... Можно спросить еще раз, извините, почему размеры седьмой, а равна девятнадцать? Равна девятнадцать. Потому что принадлежность прямой поверхности определяется четырьмя условиями. А именно достаточно, чтобы четыре точки лежали на поверхности. А двадцать три тогда это что? Двадцать три – суммарная размерность произведения. А девятнадцать плюс четыре. Понял. Сигма живет в двадцати трехмерном пространстве. Здесь тоже необходима основа проективной геометрии. Вот, значит, я включил во второй листочек просьбу провести вот это подробное доказательство. Значит, его набросок я сейчас сообщил. Но полезно там откуда-то взять точные... Из каких-то доступных учебников по геометрии взять доказательство. Значит, правду мы знаем, что это P1, на самом деле, она не только суръективна, но является двадцати семилистным накрытием. Ну, конечно, разветвленным над всякими там особыми поверхностями. Является двадцати семилистным накрытием на обычной поверхности, ровно двадцать семь прямых. Значит, этот факт завораживал геометров девятнадцатого века. Я, к сожалению, не читал оригинальные доказательства. Я думаю, что вот такое короткое современное доказательство в девятнадцатом веке не было доступно. Не было там четких пересечений. Вот, они рассуждали как-то иначе, с одной стороны. С другой стороны, для них был важный факт, аналогичный тому, о чем я попросил в первом листочке. То есть, они все-таки думали над основным, занимались геометрией над основным полем вещественных чисел. И точно так же, как мы хотим вслед за Ньютоном увидеть три точки перегиба на вещественной, коллинеарной, на вещественной плоскости. Так, и в девятнадцатом веке принято было изображать гипсовые модели кубических поверхностей. Были целые музеи таких моделей, люди специально съезжались. И вот, в некоторых случаях, удавалось изготовить модели, на которых все двадцать семь прямых видны. Ну вот, с ними связана отдельная интересная математика. Но, так или иначе, это подчленный результат. Для нашего главного результата нам нужна будет еще одна прямая. Нам нужно будет, что на каждой кубической поверхности есть, по крайней мере, две прямых. Ну вот, я должен учительцам это вместить в оставшиеся две лекции. Сегодня спасибо за внимание. Вопросы, пожалуйста. Можно спросить? Ну, наверное, можно и так, да. Да, конечно. А вот мы же, получается, за бесплатно получаем четыре прямых на кубические поверхности. Что получаем? За бесплатно четыре прямых на кубические поверхности. На счет четыре я бы... Три точно. Нет, ну почему? Четыре, я имею в виду, вот, шестнадцать, получается, уравнений будет, и они будут иметь решение. Сейчас, сейчас, откуда шестнадцать уравнений? Ну, потому что по четыре точки берем на каждый прямой, да? Вот. И... Сейчас, сейчас, четыре... А, по крайней мере... Ну, этот, этот уровень не детерминирован. Значит, мы говорим о прямых целиком лежащих на кубических поверхностях. Да, и они... Ну, если в четырех точках... Если на кубике лежат... Кубика пересекает прямую по четырех точкам, то она содержит эту прямую. Да, да. Вот. И как же вы хотите выбирать их? Вы выброшите? Наверное, вы правы. Наверное, вы правы. Так что мы получаем не то, чтобы четыре их, а... Наверное, мы... Да, конечно, мы можем делать то, что это накрытие по крайней мере четырех лиц. Да. Но больше не можно углубить. Я никогда не думал на эту тему. Наверное, полезно. Но... Так или иначе, число двадцать семь – это результат достаточно тонких рассмотрений. Так что... Да, спасибо. Это очень правильная мысль. Может, вы сказали про две? Вот. Так что мы доказывали... А-а-а-а. Мы без всяких усилий. Ну, я заготовил некоторое простое рассуждение. Спасибо. Я подумаю. Может быть, действительно достаточно того, что мы сейчас ввели. Спасибо за этот комментарий. Просто мы на квадрике то же самое. Ну, у нас там будет было. Мы выходили, что на квадрике, получается, там, гипербологии. Вот. Мы за бесплатно получаем три... Второе семейство, да? Ну, три не пересекающихся прямых. Вот. И, собственно, для любых трёх не пересекающихся прямых существует единственное квадрик, который эксидент. Вот. Вот так вот. Ну, а здесь, получается, можно только таким же образом... Кажется, ваше соображение проще того, которое я заготовил. ...по мне не надо, не упомянуть. Спасибо. 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 Спасибо.